Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Юрий Власов, заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних у МВД России по Рязанской области. Здравствуйте, Юрий Иванович! Здравствуйте! Сейчас наступает такая волшебная, удивительная пора. Все мы готовимся к новогодним праздникам, готовимся к отдыху. Почти все. Я думаю, только не полиция. Скажите, пожалуйста, в связи с приближением каникул, каким образом сотрудники полиции к этому готовятся? Ведь наверняка будет проводиться какая-то работа по обеспечению безопасности граждан и в саму новогоднюю ночь, и на протяжении всех праздников. Ну, хочется сказать, что сотрудники полиции заблаговременно готовятся к проведению празднования Нового года. Сейчас уже проводится ряд профилактических мероприятий, отрабатывается жилой сектор, отрабатывается подучетный элемент. Усилены посты и наряды полиции, которые несут службу непосредственно на улице. Они приближены к местам массового скопления людей. Непосредственно в новогоднюю ночь у нас определена центральная елка, которая будет в городе проходить, это на площади Победы. Там будут основные мероприятия празднования. То есть, естественно, уже 31 декабря с самого утра сотрудники полиции будут обеспечивать охрану правопорядка на площади, где будут проходить основные празднования. Будут отработаны все места, проверены с собакой на предмет недопущения наличия взрывчатых веществ. Ближе к вечеру будут выставлены посты, будут проводиться досмотровые мероприятия. В этой связи сразу хотелось бы обратиться к гражданам, что не следует с собой приносить, несмотря на праздники, алкоголь. Это недопустимо. Это является нарушением законодательства Российской Федерации. То есть распитие спиртных напитков на улицах, площадях, иных общественных местах запрещается. Поэтому строго будет пресекаться, вся жидкость, которую будут пытаться принести, будет изыматься. Либо люди просто не будут допускаться на площадь празднования. А что говорит статистика? В новогодние праздники количество преступлений каким-то образом возрастает? Или, может быть, наоборот, какие-то преступники, криминальные элементы отдыхают наравне со всеми? Чем занимаются преступники, мы будем спрашивать у них, когда их задержим. А на самом деле, нами будут предприняты все меры, чтобы не допустить роста проявлений, криминальных каких-либо проявлений. В связи с этим, как я уже сказал, уже проводятся мероприятия. Ближе к Новому году также будут проведены мероприятия по отработке, посещению мест, не мест, а небылокополучных семей. То есть будет оказана им всевозможная поддержка с нашей стороны, совместно с органами опеки и попечительства социальных организаций. Но все-таки, если мы с вами посмотрим на прошлые, позапрошлые годы, количество каких-то правонарушений в празднике, оно увеличивается или нет? Если брать опыт, скажем так, прошлого года, позапрошлого года, то благодаря принятым мерам удалось не допустить именно всплеска, роста криминальных проявлений именно в дни празднования. Потому что, как я уже сказал, огромное количество сотрудников непосредственно в новогоднюю ночь, начиная даже не в ночь, а с 31 по 1 января, по всей области будет задействовано порядка 2000 сотрудников полиции. Плюс им будут оказывать помощь частные охранные предприятия, общественность, будут также вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы, участковыми, службы нести члены добровольных народных дружин. Гражданам хотелось бы, тем не менее, обратиться, что в преддверии праздников могут быть такие проявления со стороны мошенников, которые могут также ходить по квартирам, представляться. Как это обычно бывает? Газовые службы, службы электросети. А в преддверии Нового года, естественно, это кто? Дед Мороз и Снегурочка. Поэтому будьте бдительны. Если, как вы сами понимаете, если вы никого не вызывали и не заказывали, просто так никто не придет. Не надо всех подряд, скажем так, принимать, провожать за стол и тому подобное. Потому что у людей, у кого-то праздничное настроение, они радостно встречают, а кто-то имеет корыстные какие-то криминальные проявления. Подскажите, пожалуйста, вот в обычные дни соседи, наши любимые, уважаемые, должны вести себя достаточно тихо в период с 11 вечера, если мне не изменяет память, до 6 утра. В новогодние праздники этот порядок каким-то образом меняется. И что делать граждан, если уже после самой новогодней ночи, а просто в новогодние праздники, шумные компании мешают отдыхать? Ну, естественно, у нас в нашем городе, как и в любом, в любой точке мира проживают разные слои населения, разные у всех уровень жизни, разные состояния здоровья. Поэтому, конечно, какие-то, ну, это праздник Нового года. То есть праздник отмечается ночью, праздник отмечается шумно, будет гуляние, будут фейерверки. Тем не менее, обращаюсь также к гражданам, которые веселятся и отмечают Новый год, если к ним будут от соседей поступать замечания, а, как правило, это либо у кого-то маленькие дети спят, либо люди престарелого возраста, то, пожалуйста, идите навстречу и как бы старайтесь все-таки не доводить до конфликтных ситуаций. У нас очень любят граждане запускать фейерверки, да, использовать там какие-то петарды, в общем, пиротехнику. Существуют ли какие-то правила, вот, в плане использования, именно касающиеся нарушения, да, правопорядка? То есть, может быть, в каких-то местах этого делать запрещено законом, и в этом случае ваши сотрудники вынуждены будут применить какие-то меры? Вот тоже, может быть, предупредим рязанцев? При приобретении всяких вот фейерверков, ну, иных пиротехнических изделий, внимательно нужно читать инструкцию и соблюдать те правила, которые написаны, как их именно использовать. Особо внимание обращу, что нельзя передавать детям данные вещи, либо, если дети уже подрастают, без пересмотра взрослых, чтобы они их взорвали. То есть, это опасно как для жизни, так и для здоровья и нанесение вреда чужого имущества. Естественно, если сотрудники полиции увидят, что где-то в толпе начинается вот это взрывание фейерверков, петард, с нарушением правил, скажем так, использования данных вещей, то будут приниматься меры в соответствии с законодательством. Поэтому, конечно, все понимают, что праздничное настроение, будут стараться, чтобы не доводить до привлечения уж к строгой ответственности, к административной, не дай бог уголовной. Мне всегда было интересно, сотрудники полиции, как вообще относятся к этому празднику, к Новому году? Ведь действительно, для вас это такая достаточно горячая пора, и отдыхать, я думаю, вам практически не придется. Ну, сотрудники полиции такие же обычные люди. Да, естественно, непосредственно в сам праздник придется всем нести службу. Ну, естественно, потом руководство людям, сотрудникам, кто внес службу, предоставят также выходной, также сотрудники побудут с семьями, смогут также отметить. Пускай не именно в новогоднюю ночь, на следующий день, через день, также все это будет предоставлено. Игорь Иванович, ну, может быть, пользуясь случаем, поздравите с наступающими праздниками своих коллег и жителей города? Ну, если пользуясь случаем, то хочу поздравить коллег, всех рязанцев, всех людей, которые будут встречать этот Новый год, которые будут радоваться Новому году с праздником. Пожелать крепкого здоровья, успехов сотрудникам, отдельно хочется сказать и выразить слова благодарности. Пожелать терпения семьям, которые их будут ждать, и я думаю, все-таки у них получится также отпраздновать наступление Нового года. Спасибо большое, Юрий Иванович. Мы присоединяемся к вашим поздравлениям, также поздравляем вас с наступающими праздниками. Говорим вам большое спасибо за то, что вы храните наш покой, и желаем спокойных новогодних праздников. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Всего вам самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!